ассаламу алейкум и рахматуллах сегодня у нас упай usb в работе первый день получил посылку никогда не пользовался этой вещи вообще так что будем устанавливать программу как всегда пол интернета как говорится перешарив все ссылки у всех биты и где-то что-то в общем что-то где-то нашел сейчас буду пробовать короче вообще вон этот кто-то китайский короче диск выложил думаю что это самый рабочий вариант будет поэтому вот я распаковал китайские иероглифы сразу убрал из названия будем пробовать ритме как всегда на английском языке и похоже что ну что-то тут от оригинала похоже это описание потому что написано почта напишите сюда получите ключ там в общем все как обычно думаю запускаем сетап next escape next так куда он установится лара софту по usb все запомнил next 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 все окей теперь я подозреваю что вот эти файлы нужно скопировать и закинуть в папку с прогой программ файл x86 е елара софт по usb sweet так похоже вот сюда вставляем заменить и четыре файла было заменено ну я думаю да что действительно правильно теперь нужно установить дрова windows 10 у меня x64 а ну тут принципе это стандартным способом так копируем адрес ctrl c сейчас подключим приборчик подключим приборчик все подключил так скопировал адрес теперь свойства что там у нас где этот дрова то устанавливать что я забыл да как-то свойства оборудования надо вот же диспетчер устройств так все дрова действительно не установлена вот у нас отображается оба usb теперь мы делаем что обновить драйвер найти драйвер на этом компьютере и указываем ему папочку usb драйвер включая вложенные папки разумеется там он уже сам разберется из нужной папки возьмется что надо и далее все есть нашел установил теперь эта штука отображается как лара софт usb по usb 3.0 драйвер все короче все норм все альхамду для все отлично закрываем вот это все тему все это закрываем эту программку если она сейчас запустится я вам закатаю на три облака и положу на форум чтобы всегда была рабочая ссылка что в интернете ничего не найти сейчас я не знаю всех все слетает поэтому я использую яндекс диск google драйв облако mail сейчас еще подключили в onedrive запускаем короче вот эту тему и она не запускается я чё два раза не нажал что-то висит что-то висит короче не хочет интересно а если отсюда запустить да отлично я это облажался получается запуска ты мне администратора не помогает супер отлично просто все буду короче чё я буду делать искать рабочий софт я буду так пауза так смотрите что я сделал я удалил эту программу из программ файлс установил заново но не копировал никакие кряки сейчас он мне при запуске пишет скопируйте у упроклик то в папку спрогай короче то есть там четыре файла а он просит только один вот один я ему сейчас подкину тогда контроль c так лара софт девайс программер вот сюда теперь пробуем 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 и о чё то есть чё то есть теперь чё нам надо сделать юзернейм активейшн кей откуда я его возьму попробуем вот так да какая жесть происходит я не знаю что делать просто ну активейт инвалид кейнернейм get activation close закрыть и чё то чё то как то чё то как то все и запускается так все дальше все все сейчас разберусь короче ну в общем почитала все таки форум наш же наш же форум человек пишет что проблема не решилась хоть час этой программы делай короче надо скачивать вот эту версию какую версию то уже тоже кто то скидывал короче файл так где то чё то с рутрекера а все все вот 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 это у нас чё у нас это это торрент отлично сейчас скачаем так да у нас пусть будет да у нас ух ты даже загружается торрента живой отлично будем пробовать пока пауза так ну чё не успела пройти пару минут скачалась открываем двойным кликом здесь калькуляторы пока они мне вообще не нужны распакуем распакуем просто так вот тут что то уже пошагово написано так скопируйте угу угу все это ерунда прочитать еще один файл а вот же перевод же все понятно гарач программа убивает китайские упа версии 1.1.1.2 а ля ля то поля то что такое у меня 1.3 написано я не знаю да плевать вообще на самом то деле я эту штуковину заказал знаете зачем чтобы проверить как у нас работает алиэкспресс никогда не пользовался алиэкспрессом в этой стране в турции проверил просто все говорили там что в а таможня там конфискует еще что то пятое-десятое проверил не ничего там нормально все так надо мне удалить старую версию короче c program files x86 лара софт шлеп готово теперь можно устанавливать так теперь патч копируем вставляем тут там же ничего больше не надо же нет 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 все вставляем лара софт сюда сюда по ходу по ходу сюда хлоп запускаем кстати там говорили какой то вирус но опять же если вы занимаетесь автоэлектрикой чиповка диагностика у вас специальный компьютер должен быть для запуска вот таких вот программ вот прям специальный отдельный вот желательно с этого компьютера в интернет не ходить либо не держать персональных данных на компьютере в интернет ходить там со второго аккаунта скажем так нельзя там найти как то есть ну прям вот левый аккаунт там левая почта какая-то специальная вот для таких целей то есть и все и ходите в интернет сколько влезет здесь один-один надо ставить так в инструкции написано нажимать activate программа запустилась нашел устройство сейчас мы ее закроем все это вот это вот все закроем все закроем абсолютно все папки все вообще все закроем короче вот у нас ярлычок на рабочем столе и опа есть вот такие дела надо проверить работает он вообще нет что-то что-то неактивное делать что надо сделать new чего программер так ну а это как проект надо создавать файл new может на русском есть что-нибудь нет language о русский же есть на русском же есть же так супер осциллограф инструменты помощь это что программа от автобк что ли я не знал а кто это вообще такие то это 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 русские что ли сделали что-то не понял ладно неважно кто это там сделал скрипт вольтметр импульсный генератор а что это такое вообще тест оборудование ну-ка что сделать надо это не понял ладно микросхема микросхема не дает ничего выбрать а я же этот перезагружал так допустим у нас микросхема 24c01 у меня кстати есть такая микрохо вот настройки все действия empty пусто написано скрипт какой скрипт что это что можно сделать вот я открыл проект так мне надо сочетать микросхему допустим а вот же сочетать сравнить записать ну типа давайте считаем что ли вот он пишет две ошибки девайс not found я сейчас подключу эту микросхему посмотрим так стопе и так все адаптеры которые которые были в коробке я тут положил и из них из всех подходят с виду два вот эти и ничего не написано вообще здесь написано что он применяется для епром и тут написано 24cxx 2595 у меня как раз епромка вот это вот 24c01 теперь ее нужно сюда типа припаять но мне этого делать прям не хочется короче я прижму пальцем ладно ключ непонятно а есть есть ключ есть вот он есть ключ все короче сейчас попробую прищепкой прижать и считать я знаю что ничего не получится но пробовать то надо в общем поехали так ну в общем все паяльник топор я нашел старый дедушкин ай он тут горячий лежит припаял эту маленькую микросхему разумеется сам прибор мы выключаем на время пайки и отсоединяем плату потому что паяльником на 220 хе ну мало ли что там короче все вот нажимая читать микросхемка читается написано рейдинг все прибор работает программа работает прибор работает как бы цель достигнута поэтому вот эту программку можно смело выкладывать сейчас хотя она на торренте есть но на всякий случай переложу на облака на облака mail.ru на google drive и выложу на форум на форум хотя тема там уже есть но тем не менее вот все короче теперь у нас есть все всем счастливо всем ва алейкум ассалям ва рахматуллах и ва баракатух где нажать то вот вот и с Продолжение следует...